Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Аксёнов. Это геймплен, рубрика, посвящённая обзору игр для Android. Ставь класс под видео и погнали! Открывает сегодняшний выпуск продолжение лучшей спортивной аркады, посвящённой сноубордингу под названием Snowboard Party 2. В принципе, каких-то кардинальных изменений в игре не произошло. Добавились новые трассы, новые задания, а также новые персонажи и элементы их кастомизации. Игра радует хорошим уровнем графики, отличной музыкальной подборкой и удобностью управления. К слову, в игре имеется и полная поддержка геймпада. Остался на месте и мультиплеер, благодаря чему можно помериться силами со своими друзьями или же случайными игроками. Хоть и игра отличная, но я не понимаю, для чего выпускать практически ничем не отличающуюся от первой и вторую часть. Хотя кому я вру, всё просто – заработать побольше денег. Ведь если бы всё это было выпущено как обновление для первой части, на неё бы обратило своё внимание куда меньшее количество игроков. Вторая игра называется «Делилка», она представляет из себя отличную головоломку. Посмотрев на скриншоты, можно подумать, что это очередной клон игры 2048, но на самом деле она кардинально отличается от неё и имеет куда более интересный геймплей. Ваша задача сводится к ликвидации всех числовых блоков на игровом поле. Для этого вам предстоит объединять цифры таким образом, чтобы большее число было кратно меньшему. Если данное условие выполняется, то они объединяются в один блок, несущий на себе результат деления. В случае объединения любого блока с единицей, вы получите блок на единицу меньше исходного. А если объединить некратные друг другу блоки, то один из блоков станет равен сумме двух, а второй останется неизменным. В игре имеется два игровых режима – развлечения и приключения. В режиме развлечения вас никто ни в чём не ограничивает, и ваша задача убрать все числовые блоки, либо оставить один с условием, что значение на нём менее 10. А в режиме приключения всё немного иначе. Хоть цель по сути такая же, но здесь вам нужно также собирать звёзды. Чтобы собрать звёзды, необходимо сделать так, чтобы по полю с их изображением проехал блок с нужным значением. В случае, если у вас не получится пройти уровень в режиме приключения, то вам придётся расплатиться одной из пяти жизней. Также в этом режиме есть бонусы, позволяющие упростить прохождение уровня. Их можно приобрести за счёт собранных звёзд или же задонатив. В целом, головоломка мне очень понравилась и затянула, и поэтому я советую её и вам. Третья игра – это космический онлайн-шутер под названием Space Jet. Вам предстоит, используя свой космический корабль, участвовать в деф-матчах на открытых космических аренах. Ваша задача уничтожить как можно больше противников, а также выполнять различные побочные задания для того, чтобы получить дополнительный доход. Полученные доходы вы сможете тратить на улучшение своего корабля, а также на приобретение нового. Всего, к слову, выбор космолётов состоит из 20 штук. В настоящий момент в игре присутствуют три локации, на которых вы сможете играть. Правда, откроются они после того, как вы прокачаетесь до 6-го и 12-го уровней. За каждый старт у вас также будет отниматься запас топлива, который ограничит количество ваших игровых сессий. В целом, шутер неплохой и весёлый, но присутствие возможности прокачивать и покупать корабли за донат будет создавать сильный имбаланс. Следующая игра называется Militent Tanks Triumph. Это тоже шутер, но в этот раз на танках и без мультиплеера. Игра разбита на ряд миссий, которые вам предстоит пройти. Главной и единственной задачей является уничтожить всех противников и при этом остаться в живых самому. Игра обладает отличной графикой, большим количеством видов снарядов и отсутствием каких-либо намёков на донат. Короче говоря, мастхев, пачаны. Завершая сегодняшний выпуск, очень странная и даже слегка упорная игра под названием The Executive. Игра представляет из себя очень динамичный аркадный файтинг, в котором вам предстоит выступить в роли директора компании, который оказался окружён превратившимися в оборотней подчинёнными. Управление в игре достаточно простое. Необходимо нажимать для противников для нанесения по ним ударов, причём удары могут быть нанесены по двум уровням, голове и ногам. И точно так же блокировать их удары, нажимая уже на нужные области своего персонажа. Между боями вам предстоит перемещаться по офису, для этого нужно совершать свайпы в нужный момент времени и в нужном направлении. В графическом плане игра выглядит очень стильно и необычно. Игр с подобной рисовкой я ещё не встречал. Всего вас ждёт 120 уровней, на которых вам предстоит сразиться с более чем 50 различными противниками. К слову, не обошлось в игре и без боссов. Игра очень странная, весёлая и динамичная, поэтому советую её также не упускать из вида. А на этом всё. Благодарю всех за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч!